Привет! Я вас всех сегодня приглашаю в новый видеоролик, в котором хочу вам показать Истру. Это город Московской области. Покажу его не весь, покажу просто моменты, как развивается этот город и как здесь делают парки. Посетим кучу замечательных мест, поедим, покупаемся, посмотрим красивые кадры с дрона, посмотрим шикарнейший закат, приготовим вкусный ужин на костре, ну и, конечно же, посетим самую главную достопримечательность в городе Истры, это Манастырь. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали! Мы приехали сейчас купаться сюда на реку Нейстру, здесь есть пляж, мы вот так вот припарковались, можно раскинуть нашу даже маркизу, дети уже уснули, у нас Мирочка, Мирончик вот уже спят. Есть небольшой тенечек, но перед тем, как мы пойдем купаться и раскладываться, я вам сейчас вставлю не очень приятные картеры и прошу, конечно, особенно от местных, максимальной огласки, то есть просто сделайте репост, потому что это жесть. Ну, смотрите. Это, конечно, полная жесть. Блин, ребята, если вы смотрите меня местные, с Истринского района, обратите на это внимание, сделайте репост, но это же жесть, это, представляете, прямо возле реки Истры, вот она течет, вот тут внизу река, вот сюда просто свозится мусор, я уже сколько раз показывал эту свалку, и все бесполезно. Миру переложили на наш диван в машине, Мирончик вот в колясочке, вот Настенька, Вовчик, Вовчик уже искупался, и скажу больше, что даже пацаны уже искупались, а я пока все раскладывал, поэтому с вами вместе забегаем. Вода холоднюшая. В ней долго не посидишь. Голову забыл. Охренеть. Здесь температура воды такая, как будто бы вот в Сочи зимой в море купаешься, вот примерно то же самое, но когда такая жара, это идеально. Теперь на Сочи зимой идет. Давай. Ну все, сейчас будет верещать. Вот так прикольно, там мелко, здесь вот глубоко. Все что ли? Ну что же ты? По пути мы заехали, купили арбуз, чувак на рынке меня хотел обмануть, цен нету ни хрена. Сейчас вот как раз считает мне 450, я говорю, а ничего не по 40, он говорит, а вам по 40, с вас 400, жесть, короче. Учитывая, что вода ледяная, градусов 10, наверное. Да 8, наверное. Может 8, может 12, не знаю, но очень холодно, ноги сводит буквально через 20 секунд. Сейчас арбузик охладим и будем резать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во, какой хороший. Так, хороший-хороший, берем наш любимый нитротомер и будем измерять измерение арбуз. Сначала измерим шкурки, вот так вот, значительное превышение нормы. Ну, слушай, на самом деле вкусный. Сейчас как раз уже сезон арбузов, надо объедаться. Блин, как я люблю нашу машину за то, что она такая вместительная. Я еще построил доработки, сделал лутбак. Это душ, тодолейка прикручивается от биде. Там ящик такой сделал, выдвигающийся, там у нас вся кухня. Мы всю посуду вообще возим всегда с собой. Это, конечно, очень удобно. Мы ехали в Магнит, купили кучу еды. Надо переложить только вон вовины всякие сеточки. Единственное, знаем, что с обедом делать. Набрали все на обед, но времени уже много. Отправляясь в путешествие, всегда задаешься вопросом, где купить билеты, на чем вообще поехать в свой отпуск, где жить и вообще, как организовать свой отпуск, свое путешествие, чтобы оно прошло максимально эффективно и хорошо. И знаете, у меня есть ответ. Я хочу вам порекомендовать сервис, который так и называется Яндекс.Путешествие. Здесь собрана вся нужная информация. Здесь вы можете найти отели, любые виды размещения. Все находится в одном месте. Все для облегчения выборов, акций и скидки. Помимо отелей, вы можете здесь же, никуда не выходя, найти себе авиабилеты. Посмотреть даты, выбрать подешевле, отсортировать любыми фильтрами. Цены от разных поставщиков. Это, конечно, очень удобно. Также здесь очень удобный поиск. Все, чтобы выбор стал гораздо проще. Специальные предложения здесь также имеются. Если вы решите справиться в свое путешествие на поезде, то через этот сервис вы также можете приобрести выгодные ЖД-билеты. Быстрая покупка на сайте, онлайн возврат ЖД-билетов. То есть, если у вас что-то не получилось, вам не нужно никуда будет ехать, прямо через сервис все вернете. Куглосуточная поддержка. Это, конечно же, огромный плюс. Ну и, конечно, акции и скидки. Если вам где-то нужно передвигаться и вы выбираете автобусы, то и здесь вы можете купить билеты на автобус. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие туром, то на сервисе Яндекс.Путешествия вы также можете найти выгодные туры. Но причем здесь будет 5% кэшбэка, если оплачиваете баллами плюса. Круглосуточная поддержка, любые опции и цена не меняется. А не как в некоторых. Берешь тур, приезжаешь, а тебе еще накидывают определенные суммы. Ссылочку на этот сервис я оставляю, как всегда, в описании под этим видеороликом. Обязательно переходите, пользуйтесь. По моей ссылочке ваши путешествия будут еще выгоднее. Погнали дальше. Удивляюсь вообще в городе в Стре, потому что здесь все делают очень стильно. Здесь такой парк, такая детская площадочка современная. Здесь маленькая речушечка, да, такое русло. Ну, по крайней мере, есть пляж, и в нем даже купаются люди. Здесь даже есть троллей. Любимая история наших мальчишек. Сейчас будут они гонять. Ну, классно, очень классно сделана детская площадка. Современная, да, Настя? Чуть издалека вам еще покажу. Это классное пространство для детей. Здоровское. Здесь же есть и скейт-парк, правда, он сейчас закрыт. И здесь же арена Истра, футбольный клуб. И бесплатные туалеты прямо на детской площадке. Это вообще прям улет. Вот они, футбольные поля, парочку. Здесь же есть бассейны. Вот Володь говорит, вот еще стадиончик, пожалуйста. Вот еще баскетбольные, волейбольные, футбольные поля. Клево. Кто за маленький человек выбросился походить и всегда уходит в другую сторону. А тут он и слышал музыку, там танцы. И он танцует. Оп, вставай. А еще мы родители года. Мы поехали, ему сандали, которые покупали в Беларуси, забыли. Теперь он гуляет в носочках. Сейчас нам напишут, что не может еще одни купить. Видите, под музыку танцуют? Включите, включите музыку. Пойдем, Мирон. Мирончик, пошли. Мы приехали в центр, тоже хочу показать, насколько здесь клевое. Такое пространство, гляньте, такая детская площадка. Сделано в виде сыра, потому что здесь какое-то сырное заведение. Другой центр, тоже вот в этой классной такой архитектуре. Фонтан, где бегает детвора, там он даже бегает. Маленький голожок и ребенок, прикольно. Вот тут все подсвечивается вечером. Вот аллея такая, высаженные деревья, клумбы, остановочки. Ну, я не знаю, все мнения, напишите в комментариях. Как вам? Мне вообще заходят, учитывая, что буквально 2 года назад, даже 3 года назад здесь вообще ничего этого не было. И вот так вот взялись за пустру и делают в таком классном, современном стиле. Еще такой интересный моментик вам хочу показать. Просто дома старинные. И на заборе есть какие-то картины. Но при чем здесь город Воскресенск? Не пойму. Вот здесь тоже Воскресенск. Звенигородский проспект. Это все город Воскресенск, не знаю почему. А мы двигаемся еще в одно интересное стильное местечко. Вот ребята туда уже заходят. А мы сейчас будем заходить. Это дворик на Рябкино. Здесь видите такой фудкорт. Все клево подсвечивается. Японская, всякие-всякие разные кухни. Вон армянская, сикропейская, мексиканская. Смузи, экопродукты. Вон рейтинг по Яндекс 5.0. Хорошее место. Видите, здесь прикольно. Ну, очень стильный на самом деле, да. Качельки есть. Вот можно даже, если я такого не видел, можно кушать. И не просто сидеть на лавочке, да. Можно вот на таких качелях даже посидеть. Прикиньте, сидишь, качаешься. Крутя. Очень и очень современные и прикольно. Прям классно. Классно, да? Да. Мы думали, что мы приедем, чай попьем и ляжем спать. Но не тут-то было. Мы все-таки решили пожарить мясо, которое сегодня покупали в обед. Стейки. Стейки будут свиные. Мы, значит, решили шампиньончики. Здесь просто чеснок и майонез. Все. Это тоже на углях будет приготовлено. И вот такой вот взяли шницель. Его замариновали специальной приправкой натуральной для шашлыка. И все. Сейчас на костер. Ну, поглядите, какая красота получается. Они, кстати, такие достаточно тонкие. И очень быстро сейчас прям приготовятся. Я думаю, буквально 10 минут и все будет готово. Буквально минут 7, наверное. И вот такая красота у нас уже получается. Я думаю, что будет очень вкусно. Все, мы садимся кушать. Вот такая красота у нас получилась. Насик даже заценил, сказал, нереально вкусно. Немножко еще добавили нарезочку. И садимся есть. Приехали после обеда сюда на пляж на самого Жизинского водохранилища. И у нас в Москве просто такая аномальная жара. Просто трындец. Где-то градусов, наверное, 35. Будем сейчас смотреть, что здесь есть. Здесь такой красивый лес. Как, в принципе, вокруг всего водохранилища. И, конечно, вот справа само водохранилище. А здесь вот впереди уже виднеется пляж. Народу, конечно, тьма. Мы, конечно, переполнены. Сообщение, где не любим. Неважно, море, реки. Вот так расположились. О, смотрите, какая атмосферка. Смотрите, как смотрящие. Смотрите. 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 Тест водички. Это клутноватая. Это, конечно, не река, где мы сплавлялись. Вон ловчик. Но она, конечно, гораздо здесь. О, как теплее. Но вот такая история. Мне лучше, конечно, в ледяной купаться. Здесь можно что-нибудь, я думаю, подцепить. Но это не точно, если только туда подальше заходить. Заплывать. Так прикольно, что сидишь здесь. Здесь тенек. Вот, видите, прям полностью мы в деревьях сидим. И не жарко. Вот я даже футболку не снимаю. Сходил, только ноги помочил. Воздух свежий. Прям так вот. Вот возле воды прям идеально. Прям очень хорошо. Вот здесь можно просто прийти вот так вот и тупить целый день, даже не купаясь. Учитывая, что вода мутноватая, как бы не особо хочется лезть в такое. На закате приехали в Истринский городской парк. Сейчас посмотрим, как у нас здесь выглядит парк. Ну, точнее, у вас. Или здесь. Если вы местные, то у вас. Сразу хочу показать вам здесь стадион, футбольное поле. Вечером собираются ребята. Играют. А мы двигаемся сюда, в сторону реки. Река Истра. Здесь же у нас, смотрите, такой вольер для животных. Кстати, вот пока мы гуляли много по Истре, я вообще обращал внимание, что вот таких вот вольеров для собак очень много. Вот с такими препятствиями, чтобы их тренировать. И в одном парке прям такой комьюнити собачное мы видели. Прям их очень-очень-очень много было. Вот у нас справа уже течет речка Истра. И, конечно, мусора в кустах. Просто жесть. Это невероятно грустная история. Надо посмотреть, сколько банок. Мы недавно с брательником путешествовали по реке этой, по Истре. Сплавлялись на лодке. Это было невероятно. Обязательно гляньте этот видеоролик. И проплывали как раз вот этот вот самолет. Нам открывался с реки. И вот здесь есть еще такая сделанная хорошо смотровая площадка. Штурмовик Ил-2. Не знаю, как нам сейчас коляску надо туда закинуть. Задача не из легких. Вот, кстати. А вот здесь вот, вот это вот. Это для сноубордов. Я прям уверен, что вот как раз они здесь скатываются. Здесь есть специальный склон. Посмотрите, как интересно. Мы это сделали. Здесь есть такая схема. Видимо, линия фронта. Схема наступления, да, как все это дело проходило. Гиды отсюда открываются. Великолепно. И вот, собственно, оно общественное пространство. Здесь вот стоят караоке. Девчонки там поют. Воркаут-площадочка. Ой, здорово. Лавочки. Там вон впереди есть качельки. Ну, давайте полетаем. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вот, пожалуйста, схема парка. Мне здесь нравится, что во всех парках здесь бесплатный туалет. Это прям обалденно. Есть геолокация, где мы. Мы едем на смотровую. Мне кажется, кадры с воздуха, да еще и на закате, да еще и Юрусалим. Это прям мощная какая-то магия. Сейчас идем на смотровую, чтобы посмотреть на закат. Надеюсь, на таймлапс. Посмотрите, какая красота. Ну, у Настенька это понятное дело. Но я сейчас про лавочки, про оформление, про вот эти деревянные поручни. И они, кстати, вечером светятся. Мы вчера уже вечером проезжали по дороге. Здесь все так красиво подсвечивалось. Очень здорово. Представляете, как заморочились? Сделали не просто тропинку в лесу, а сделали вот так. Оформили в таком красивом стиле. Блин, классно. Я не знаю, если есть у нас такие еще города в Подмосковье, за которые вот так вот стильно взялись, напишите в комментариях. Мы бы тоже съездили, посмотрели. Посмотрите, как позаботились о дереве. Его не срубили, его так чикс, выемку такую сделали. Вот мы и добрались. Здесь, конечно, невероятная красота. Река, Иерусалим, закат. Вау. Также здесь есть вот эти вот, видите, будки? Это типа библиотеки. Вот такие вот арт-объекты. И есть даже музыкальный инструмент. Как он там? Металлофон, целлофон называется. А еще здесь начинается тактильная тропа. То есть, видите, здесь всякие щипа, кварцевый песок, брус, кора, пилки и так далее, и тому подобное. Вот, покажу вам поближе. Ставьте на паузу, читайте. Русский язык, английский язык. На паре всем хочется поиграть, всем нравится звук, да? А Вова пошел по тактильной тропе. Помыграем. Все? Все? Вот, собственно, это и есть тактильная тропа. Вон, Вовку ее покоряет. Самый кайф заключается в том, что мы дождались того во времени, когда здесь включают подсветки. Посмотрите, как классно. Вот оно все подсвечивается. Вот там вдалеке тоже подсветочки. Миранчик! Злодей. Привет, скажи. Вот так вот, привет. Так, продолжим. Вот, видите, вот так вот вдоль всего заборочка. И столбики тоже подсвечиваются. На, снимай себя. Так, не надо близко. Вот так снимай. Здравствуйте, скажи здравствуйте. Я забрал в ПП-камеру, теперь я оператор. Да? А меня покажу еще. Ну, все, давай. Мы приехали погулять в очень интересное место. Сейчас расскажу, в какое. Здесь подъезжаем, прямо вот из-за вот этой сопочки. Такой. Воздушный шар покер. Красотища. А приехали мы погулять в Новоросолимский монастырь. Вот он за моей спиной. Да нас обломали, потому что здесь работает все до 6 вечера. Сейчас уже чуть больше, и нас как бы даже на территорию не пустили. Поэтому до утра. Ну, собственно, как нам и обещали, что утром нас запустят сюда на парковку. Огромная парковка на самом деле. Смотрите, здесь огромное количество машин. Сразу есть монастырская выпечка. Можно купить, перекусить. И, собственно, сам храм. Здесь, кстати, еще есть гостиница, которая называется Западная. Есть гостиница, которая называется Восточная. Архитектура гостиниц шикарная. Там уже город Истра. Там парки, где мы гуляли. И, собственно, вот с той стороны обрывы. И там начинается вся красота. Слева церковная лавка. Мовчик, он сделан копия. Это копия, но это, да, здесь полное подобие, как в Иерусалиме, в Израиле. То есть это весь район, начиная отсюда до туда, в сторону Бабкино-хранилища. И река сама, да, как это? Русская Палестина, да. Река Истра дублирует реку Иордан. Но сейчас на карте посмотрите там. А Истринское докранилище, как Мёрзвое море, да, считается. Поэтому они полностью здесь выбрали, и все совпало. Смотрите, какая здесь красота. Да, если вы вдруг не были никогда в этом месте, я думаю, что точно стоит посетить. Ребятки, красота нереальная. Здесь есть указатели, куда двигаться. А еще здесь можно совершенно бесплатно подняться вот наверх по лесенке и прогуляться вдоль самих вот этих крепостных вышек. Раз вышка, два вышка. Похоже вообще на самом деле на какую-то крепость больше. Какие ворота массивные, видимо, туда тоже как-то можно войти внутрь. Здесь на самом деле куча всяких экскурсий проходит. Есть камни, сейчас прочитаем, что это за камни. Здесь погребен крестьянин. А, это плиты, видимо, с кладбища такого. Это могильные плиты, да. И тут раньше устанавливались на могилах вот такие. Смотрите, видите, с черепом. Вот прям выбит череп. Да уж, интересно, это чье, откуда и когда. Да, вот виталлические. Написали даже, сколько секунд, минут он прожил вот здесь вот. Ага, не только года жизни, а еще и минуты и секунды даже написали. Ху, я такое впервые вообще вижу. Да. Что я говорил, было 78 лет, дней 35 и 21 час. Ну да, вот на таких плитах вот делали. А вот здесь находится Анна Сергеевна Цурикова. Род 25 июля 1818 года, скончалась 1907. Я вроде не понимаю, вот это что? Какие-то тоже захоронения, что ли? Так, кто точно в курсе, напишите. Да, на самом деле, как в принципе и везде, гораздо интереснее взять экскурсию, чтобы вам все очень-очень подробно рассказали. Но учитывая, что мы с детками во времени ограничены, конечно, ходить с экскурсией, это не наше. Но вам прям рекомендуем. Ну и вот с этой стороны то же самое. Здесь еще похоронен прямо на этой территории создатель этого всего храма. Здесь какие-то дополнительные здания. Видимо, там проходят экскурсии. Вован, что вот это такое справа, вот эти здания? Это какие-то мастерские. Мастерские, вот. Там вот служба проходит. А мы идем вовнутрь, да, получается? Так, да, мы пойдем сейчас вот сюда. Внутри, конечно, тоже красиво. Я зашел, немножко посмотрел. С колясками туда не пускают, поэтому Настя осталась на улице. Я решил, чтобы пошла туда Настенька, поэтому я сейчас с Мироном жду их. Ну вот, я зашел, вам немножко покажу. Пеленальная Иисуса. Копия. Можно прикоснуться. Вот этот вообще крест из-за типа риса сделан. Когда храм горел, полностью уделил только вот этот крест. Прям вот этот? Да. Сделано заказ из Палестии. Вот это все по подобию сделано как в креншине. В общем, это копия постройки, где пеленали Иисуса, Кувуклия. Можете поставить на паузу и почитать. Сейчас спускаемся ниже и будем набирать святую воду. Углобина Вон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как вы посетили, например, этот храм Можно сходить еще погулять по большой его территории Вот, получается, мы отсюда спустились Вышли за ворота И тут же ворота вошли другие Здесь усадьба была Здесь жили Кокорины Я, правда, к сожалению, не знаю, кто это такие Мне просто вот Вовка говорит Я немножко транслирую вам Забор Такие вот ворота Знаете, как были раньше на Руси Это мельница, но она уже не работает У нее уже нету Вот этих лопастей Вот, и на территорию сейчас Тоже не попасть Мельница 19-го века Вот здесь стоит старая, такая уже выцвевшая Как правильно сказать Надпись, да Вот здесь как раз написано, что это вот поместье Кокорина было Приведена мельница Была из Кашинского района Мельница, кстати, 19-го века Только вот она без этих лопастей уже стоит А там дальше, я так понимаю, вот торчит вот здесь Это дом Дом, который тоже кусать не кусать бед лосит Там часовня, мельница и дом Сейчас посмотрим, подойдем, что Для себя дом представляет Очень интересно, конечно, смотреть Вот это старинное все Прошлого века Два века назад люди так вот жили Здесь, да? Сейчас посмотрим, что здесь Посмотрите, какие старые, древние Старинные Правильно А здесь не надо ничего нажимать Неверное здесь Замки такие сидят И вот наши ребята 315-го, 8-й, кто-то 2004 писал Наша истра Яна Короче, расписали, а русские люди Москва 2010 Прикольно Вот Юля I love you На старинном русском доме Просто Юля, I love you, да? Он даже джутол как-то тут вообще заделывает Да А интересно, как же, как сделано Вот эти Радион, не боюсь Да, да, да Это отливы, да, вот так вырезан Да Чтобы дождик И как-нибудь так вручную Вот это у него все делали Так Вытачивали Класс Здорово Ребят, сели на крылечки Лез вокруг А вот часовня еще Это, да, да, часовня Ага Часовня, да что, мама? Ну, это вот маленький храм Такой в поместье свой Там вокруг там тоже интересно Ну-ка, где-где-где Вот он, малыш Типа, не пугайте, не пугайте Он испугался Не пугайся Не бойся, малыш Мы тебя не обидим Ёзик, Ёзик, где ты был? Бегал, бегал Я в лесу Ты мой сладкий Да не трогайся только его, а? Какие маленькие окна, да? Вот здесь такие малюсенькие Вот, большие есть Есть маленькие, есть большие А здесь какой-то был Это вход, наверное? Да, наверное, вход Так, лови, лови его Мироша рванул к Ёжику О, кто это, да? Я таких ещё не видел О, да, ты таких ещё не видел? Вот эти все постройки Привезены из Например, мельница Привезена из села Кочемлева Или Кочемлёва Каширского района Крестьянская усадьба Сама Из района Московской области Люберцевского района Деревня Выхина Тогда была деревня И часовня Вот она 18 век Очень-очень старинная постройка Чеховский район Село Сокольники Вот тут есть такой стенд Ну, а вот, собственно Непосредственно сама часовенка Теперь мы пойдём обедать Здесь есть Вареничная Блинная И трапезная Ну, трапезная Это типа столовая, да? Вот, пойдём именно туда Потому что, ну что Вареники ели Блины ели Интересно посмотреть Что здесь конкретно находится Вот возле прям собора Находится как раз Трапезная Вот она, табличка И вот оно Крыльцо Работает всё до 18.00 В субботу до 19.00 Ценники Вот можете посмотреть Супы Две сотки супа Блин, что за трындец Рис Супа Я думаю, это как бы столовка Проходят интересные статьи Которые вы можете почитать Также подписывайтесь на нашу группу В ВКонтакте Там нас уже почти 16.000 Это очень-очень много Все ссылочки будут в описании Также в описании под этим видеороликом Вы найдёте ссылочки Которые вам помогут путешествовать Комфортно Сэкономить деньжат И с удовольствием Мы с вами прощаемся Увидимся с вами в новом видеоролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok